Родители на заработках, а дети на попечении у бабушек, дедушек. Таковы реалии сегодняшней жизни многих семей в Флорежском районе. Хорошо, если доверяют детей близким и родственникам. Есть случаи, когда за ребенком присматривает соседка, или он вовсе остается на какое-то время один. А последствия этого просмотра, увы, не радужные. С начала года зарегистрировано 11 преступлений с участием несовершеннолетних. Важную роль в воспитании детей играют родители. За несоблюдение родительских обязанностей, содержание, воспитание и обучение детей сотрудники полиции завели 64 дела по статье 63 Кодекса Республики Молдовы о правонарушении. Дела были направлены на рассмотрение в прокуратуру. По словам инспектора, ответственность несут и предприниматели, которые продают алкоголь и сигареты подросткам. Но учителя, родители, родственники обязаны обучать детей правилам поведения в обществе. Просковья Григорьевна проработала учителем в школе-интернате 50 лет. По ее мнению, дети идут на преступления, потому что нет должного контроля со стороны взрослых. Родители, школа, вот кто виноват. Родители, которые 7 лет не воспитывают детей, а потом и в школе нет воспитания. Вот они причины. Единственные причины, по моему мнению. А что думают горожане о подростковой преступности? Такой вопрос мы задали прохожим на улицах в Лареште. Виноваты те, кто вверху, а родители. И родителей немного. Возможно, виноваты родители. Возможно, правительство. Какая власть, такие подростки? Надо меньше давать им свободы. Надо больше их занимать. Первым делом виноваты родители, которые дают детям гулять допоздна, а сами даже не знают, где они находятся и что и как делают на улице. А также виноваты друзья. На сегодняшний день на учете в полиции состоят 35 подростков и 5 неблагополучных семей. В прошлом году трудных подростков было 41 человек. Продолжение следует... Продолжение следует...